Всем привет! Меня зовут Ника. Спасибо, что заклинули на мой канал. И данное видео будет немного другого формата, чем я снимаю обычно. Сегодня, я думаю, мы поговорим немного о тех материалах, которые я использую для коллекционирования. Надеюсь, для кого-то это будет полезно. Не могу сказать, что я получаю очень много вопросов по поводу моих материалов, но иногда они все же бывают. И недавно я получила достаточно много своих заказов с Алиэкспресс, в том числе мой новый опять байндер. Да, я таки хочу переместить TXT в опять байндер, но это мы будем делать в одном из следующих видео. И как раз прежде, чем я что-либо сделала с данным байндером, я хотела снять данное видео, показать мои материалы. Не все сейчас легко доступно, потому что часть материалов я покупала из-за границы, но на то, что возможно, что можно купить на Алиэкспресс, на Азоне, я оставлю ссылки в описании. И я думаю, что буду оставлять ссылку на данное видео и к другим, ко всем моим последующим видео, чтобы, если у кого-то будут возникать вопросы, он мог обращаться к нему. Я думаю, что мы разделим данное видео на три части. Это А5 байндеры, А4 байндеры и протекторы для карт. И я думаю, давайте начнем с А5 байндеров, раз уж они здесь, у меня под рукой. У меня есть два вида А5 байндеров. Как раз я хотела сравнить их между собой и, возможно, кому-то подсказать в плане разницы. Это корейский байндер от бренда Beyond D. Я покупала его на K-Town4U в прошлом году. И данный байндер с Алиэкспресс. Я брала тот, где также есть кармашек для фотокарты, но нет никаких надписей. Как вы можете заметить, здесь, собственно, название бренда и есть определенные надписи. Но они мне не очень нравятся, если честно. Поэтому, когда я выбирала китайские, я решила взять без них. У них тоже есть с похожими надписями, не совсем с оригинальными. Но, как вы знаете, китайцы, они умеют делать очень похоже. Касаемо качества. По размеру байндеры практически одинаковые. Китайские, мне кажется... Да нет, они абсолютно одинаковые. Китайские, кажется, чуть больше, потому что он более твердый. B&D, он как-то... Пластик, из которого он сделан, более мягкий и податливый. Все срезы не такие острые, и он как-то более податливо лежит в руках. Этот очень жесткий. Он абсолютно не сгибается. Да, не знаю даже, хорошо это или плохо. Возможно, он даже будет прочнее. Да, у них у обоих идет резинка в комплекте. Но с B&D своего байндера я его сняла. В остальном, каких-то серьезных отличий, кроме того, что данный байндер жестче по качеству и тверже, я не вижу. Что касается листов, то, опять же, в данном байндере у меня оригинальные листы B&D. Здесь листы, которые я покупала у того же продавца, что я покупала и байндер. Я, как я уже сказала, на все купленное на Алиэкспресс, я оставлю ссылки в описании. В плане колец я, кстати, вообще не вижу разницы. Мне кажется, они абсолютно одинаковые. Странички немножко отличаются. Давайте возьмем пустую страничку, чтобы было нагляднее. И пустую страничку данного байндера. По материалу они, если честно, очень похожи. Я не вижу большой разницы. И так как я знаю, что данные PVC-free страницы, то я думаю, что и эти тоже. Да, если честно, чуть-чуть я чувствую небольшую разницу, но очень незначительную. Не знаю, не уверена. По размеру они абсолютно идентичны. Но в чем разница? В данных китайских страничках ячейки идут с двух сторон. То есть, если для того, чтобы разместить на обратной стороне в B&D оригинальном байндере, нужно использовать все равно переднюю часть, то здесь это намного удобнее. То есть, у нас и здесь есть кармашек, и здесь есть кармашек. В целом, как я уже сказала, на мой взгляд, это даже удобнее. Поэтому тут китайцы абсолютно не проигрывают. И я очень довольна покупкой, поэтому если вы ищете для себя опять байндер, то я крайне рекомендую Алиэкспресс. Прекрасное место, где его можно купить. Я купила два набора страничек. Тут 20 страничек. Пока, мне кажется, этого хватит для коллекции TXT. А там дальше посмотрим. Единственное, я не знаю, как так вышло. Я сначала даже подумала, когда распаковывала посылку, что мой продавец ошибся. Но нет, ошиблась я при заказе и заказала два байндера. Я не знаю, честно, как так получилось. Обычно я очень внимательна в подобных вопросах. Но да, у меня есть еще второй опять байндер, получается. Что неплохо. Я в последнее время в огромном восторге от опять байндеров, поэтому пусть будет про запас. Да, единственное, так как он жестче, то здесь у меня обложка, она как бы немного сгибается и хорошо закрывается. Здесь он очень жесткий, поэтому он хуже закрывается. И я пока оставила на нем резинку, так как, опять же, он очень жесткий. И мне кажется, что пока, пока там мало будет карт, он не должен деформироваться. Но посмотрим. Да, в общем-то, я думаю, я поэкспериментирую. И пока резинка будет здесь, по крайней мере, может быть, он, скажем так, тоже немного деформируется и будет лучше держаться в закрытом состоянии и без нее. Да, ну в общем-то, это все, что я могу рассказать о своих опять байндерах. Да, у меня их два, но теперь три. И, в общем-то, для меня байндер с Алиэкспресс даже выигрывает, потому что здесь нет надписей, раздражающих меня. Здесь прикольные странички двухсторонние. И, в общем-то, все прекрасно. В остальном большой разницы я не вижу. Теперь давайте перейдем к более сложной теме. А4 байндеры. К сожалению, моя основная часть А4 байндеров куплена на Амазоне. Это их стандартная канцелярия. Amazon Basics. Да, но на самом деле единственная причина, почему я купила эти байндеры, заключается в основном в страничках. Потому что страницы Ultra Pro, которые я использую на 9 ячеек, давайте обратимся к ним. Они есть разных видов. И, как вы видите, вот данная страница, где у меня есть карты, они, это у нас получается Ultra Pro Platinum, но они имеют всего три отверстия. Есть данные страницы, они тоже Ultra Pro Platinum, но здесь идет 11 отверстий, и они подходят как для байндеров на три кольца, так и для байндеров на четыре кольца. Первый свой пэк данных листов, когда я только начинала свою коллекцию, я покупала у какого-то локального продавца в России, которые занимаются всякими геймерскими карточками. Вот я нашла там пэк, но, к сожалению, когда он у меня закончился, и я хотела его пополнить, я нигде не могла найти его в России, и на тот момент для меня была не особо проблема заказывать из Америки. Я заказала на Амазоне, я специально выбирала там, где картинка была с данными страницами, на 11 ячеек, и я решила взять сразу много, по-моему, 200 страниц, два пэка по 100, и мне пришли вот эти. Продавец, видимо, ошибся, но заморачиваться с возвратом из России в США было просто нереалистично для меня в тот момент, и у меня не было никакого желания. Да, и так как в тот момент мне также нужны были новые байндеры, я решила, что мне проще найти байндеры на три кольца, чем докупать заново страницы, потому что я потратила на 200 страниц достаточно внушительную сумму. На данный момент данные страницы на 11 ячеек продаются на Азоне, цена абсолютно не дружелюбная, 5000 рублей за 100 страниц, но в целом мне, например, я жалею, что я столько купила, потому что, несмотря на то, что... Не могу сказать, что у меня... У меня, конечно, небольшая коллекция, но не прям крошечная-крошечная, и у меня очень много этих листов, я думаю, что мне моих 200 просто хватит, и плюс еще вот этот первоначальный пэк, который я там покупала, наверное, штук на 25. В общем, мне кажется, мне этого хватит до конца жизни, особенно сейчас, когда я еще перемещаю часть коллекции в опять байндеры. Да, я с тех пор... Это было, наверное, два года назад, когда я начинала свою коллекцию, и с тех пор я, в общем-то, страницы на 9 ячеек не докупала. Заканчивая, страницы от Ультрапро меня в целом очень даже устраивают, кроме того, что они достаточно быстро пылятся и грязнятся, и мне периодически хочется просто их все выбросить и заменить, потому что как их чистить, я не знаю, и иногда это меня очень сильно раздражает, но в целом я как бы успокаиваюсь и мирюсь с этим. Я знаю, что сейчас многие зарубежные влогеры переходят на другие страницы, и вроде как они нравятся им больше, но, как я уже сказала, мне моих страниц Ультрапро хватит до конца жизни, поэтому я буду верна им. Касаемо страниц других форматов, к сожалению, я не нашла на них ссылки с российских сайтов, я тоже покупала их с Амазона, поэтому тут я не смогу оставить ссылки, но у меня есть страницы на одну ячейку, которые я очень долгое время заменяла просто файликом. Мне интересно, нормально ли, мне кажется. Давайте я буду показывать их на закрытом байдере, мне кажется, так видно будет лучше. Да, в общем, я очень долгое время жила спокойно себе без данных страниц, потом решила себе докинуть до кучи в заказ, но в целом они прекрасно заменяются обычными твердыми файликами из любого канцелярского магазина. Также у меня есть вот такие ячейки, странички на три ячейки от BCW, но, опять же, я не смогла найти данную компанию в России, поэтому это достаточно бесполезно. То, что я вам их показываю, да, на две ячейки у меня также есть, но в целом я гуглила, достаточно много разных страниц продаются на Алиэкспрессе и Озоне. Я бы больше советовала, наверное, Алиэкспресс искать там, потому что на Озоне я пробовала заказывать определенные страницы, и они были очень странного формата. Это был не А5, не А4, это было что-то странное. Поэтому, да, с Озоном у меня был негативный опыт. На Алиэкспрессе все выглядит, мне кажется, более... Там легче понять, какие страницы, куда подходят, поэтому, в целом, да, если вам нужны страницы не на 9, а на какое-то другое количество ячеек, то, наверное, я бы рекомендовала идти на Али. Касаемо байндеров А4, которые я, опять же, могу... Которые у меня есть еще, которые не амазоновские. Мои первые байндеры были вот такие, купленные на Озоне. Это более маленький байндер, у меня есть такой же большой. Они от бренда, по-моему... Тут есть где-нибудь бренд? Да, вот, SSL. Они продаются на Озоне, я оставлю на них ссылку. Они мне очень нравятся. Если бы не мой косяк со страницами, я бы использовала именно данные байндеры и не заморачивалась бы с Амазоном. Они на 4 кольца, но при этом они больше по высоте, чем амазоновские, чем, в принципе, байндеры на 3 кольца. Поэтому в них влезают абсолютно разного формата страницы. Да, данные страницы на 8 ячеек. Я, кстати, тоже покупала на eBay у английского продавца, поэтому тоже, я думаю, это сейчас недоступный для нас, к сожалению, способ. Но они, в общем-то, кроме туровых карт бантан, особо ни для чего не требуются. Я думаю, что на Алике тоже есть аналог. Я, честно, абсолютно рекомендую данные байндеры, и они искренне мне нравятся. Мне нравится то, что формат более большой. Их можно не просто положить, а поставить на полочку, и листы не будут нигде выступать, какого бы они у вас не были размера. По крайней мере, у меня нет листов, которые бы выступали за данные байндеры. За Амазоновские, например, вот эти листы будут высовываться из-за обложки. И они есть абсолютно в разных размерах, более маленьких, да, огромных. В общем, хорошие байндеры мне нравятся. Если все-таки вы хотите байндер на три кольца, такие тоже на Азоне есть. Они более, скажем так, редко встречаются в России. Данный байндер я покупала на Азоне. Он у меня большой, он у меня хранит все мои большие вложения. Здесь была надпись, что-то там, коллектор карт элбум. Да, здесь у него была такая плашечка. Я стерла ее ацетоном, и на данный момент ее практически не видно. То есть, если его перемещать под светом, то, в общем-то, ее можно заметить, но меня это абсолютно не раздражает. Здесь нет спереди кармашка, чтобы сделать обложку, как это, например, есть у амазоновских байндеров или у данного от Asselt. Но, в целом, если что, можно и наклеить что-нибудь, если вам нравится. Да, поэтому, в принципе, байндер на три кольца в России тоже найти можно. Это единственный, который я знаю. Возможно, на Азоне есть еще. Не так много байндеров они показывают в раскрытом виде, поэтому не все можно понять сразу. Не везде в описании также написано количество колец. Большую часть, которую я видела, идут на четыре кольца, но вот данный я нашла на три, и, в общем-то, я им вполне себе тоже довольна. Он, опять же, то есть... Можно заметить, насколько байндеры на четыре кольца больше, чем байндеры на три кольца. Да, то есть разница достаточно значительная. И в данном, на мой взгляд, карты будут более в хорошем состоянии, да. Наверное, это все касаемо байндеров. Давайте перейдем к протекторам. И первое, что я покажу, опять же, протекторы, которые я использую для, опять, байндера, это те, которые я купила на Алиэкспресс от Mayday. Я пользовалась ими, кстати, в самом начале своего коллекционирования, когда только-только начинала покупать альбомы и думать о сборе фотокарт. Я купила именно данные. Мне они понравились, и поэтому, когда я искала протекторы меньшего размера, чем Dragon Shield, чтобы помещались в опять байндер, я опять же обратилась к ним. Давайте, наверное, на конкретной фотокарте. Да, помогать нам сегодня будет Да Хён, которая у меня неподалеку тут в протекторе стоит. Да, данные протекторы, они практически по размеру фотокарты, то есть они не сильно, они выступают только снизу. В целом, они хорошо сидят на карте. Размер это у нас 56 на 87 миллиметров. Я также оставлю ссылку на Алиэкспресс. И в ячейке они не занимают всю ячейку, но в целом у меня карты в них не ездят очень сильно, то есть она сохраняется на месте. Мне нравятся, честно, данные протекторы. Я ими абсолютно довольна и планирую дальше использовать для опять байндеров. Еще что подходящее у меня есть для опять байндеров, я думаю, это вот такие голографические протекторы. Я изначально купила размер меньше, чем ячейки в А4 байндере, но зато они подходят для опять байндеров. Опять же, можно поместить в них карту и использовать вот в таком переливающемся формате. И он прекрасно влезает в опять байндер. Да. На них я также оставлю ссылку. Я оставлю размеры, которые я покупала для более маленьких и для более больших. Да, потому что я купила недавно более большие для А4 байндеров. Давайте как раз я их и покажу дальше. Так, давайте возьмем страничку Ultra Pro и будем на ней, в общем-то, использовать все карты. Мне бы, конечно, не помешало еще немного карт. Давайте я возьму еще карты. Да, будем использовать мои не рассортированные по байндерам карты для демонстрации. Мои стандартные протекторы для А4 это Dragon Shield. Я также покупаю их на Алиэкспресс. Единственное, изначально когда-то я покупала Clear Classic. У меня, кстати, по-моему, даже коробочки не осталось. Но они... У меня есть еще сами протекторы. Они прозрачные с двух сторон. То есть, когда мы одеваем его на карту, карта одинаково выглядит что спереди, что сзади. Сейчас я, к сожалению, не могу найти их. Давайте, наверное, давайте оставлять карту и помещать ее сразу на страничку. Да, они идеально входят в страничку, то есть они ровно по размеру ячейки, что не позволяет карте двигаться. Да, и, собственно, она выглядит очень прозрачной, что мне нравится. Как спереди, так и сзади. К сожалению, сейчас, как правило, данный Clear Classic постоянно sold out, поэтому я перешла на матовые Clear Matte. Их разница заключается в том, что сзади они имеют текстуру и матовые. Спереди они абсолютно такие же. На примере фотокарты. то есть спереди все так же чисто и прозрачно. Карту видно очень хорошо. Единственное, по бокам у нас проступает вот это вот. Видно, что задник у нас немножко непрозрачный. Сзади она матовая. Да, и, в общем-то, разница видна при помещении в байндер, поэтому я стараюсь их не миксовать. Но, в целом, я поняла, что матовые карты нравятся мне намного больше, потому что данный протектор делает их не скользкими, и если они у меня лежат, например, и ждут в стопочке сортировки, то данные протекторы матовые мне нравятся даже больше, потому что в глянцевых они у меня все вечно расползались, падали, и я их потом собирала и искала по всей квартире. Поэтому я абсолютно не расстраиваюсь на данный момент, что классические вышли, из продажи, и их сложно найти, и покупаю данные. Для филлеров я использую белые матовые также. Это как раз новая коробочка, которая мне пришла. Они тоже сзади имеют такую же текстурку. Спереди у нас прозрачный кармашек. Да, я, как правило, не храню в них карты, но хотя мне нравится идея. Я иногда подумываю о том, чтобы, может быть, попробовать переместить какую-то свою коллекцию в белые протекторы, но, как правило, мне очень нравятся задники у всех фотокарт. С другой стороны, не знаю. В этом тоже что-то есть. И получается, если у нас все карты в белых протекторах, то следующая страница вообще не проглядывается. Но, как правило, я просто заполняю пустые места, то есть я помещаю их обратной стороной задником вперед и блокирую таким образом места, которые в дальнейшем будут пустыми. Для филлеров я их сейчас не использую, то есть если я делаю сетап для какой-то коллекции и в дальнейшем там будут фотокарты, то я использую обычные белые бумажки, которые я вырезаю из А4 листов по размеру протекторов, то есть я просто прикладываю протектор, вырезаю и дальше да, они может быть не идеально ровные, но так как в дальнейшем они в любом случае будут заменены на фотокарту, то я готова с ними уживаться. Конечно, в качестве постоянного филлера данный выглядит выигрышнее и мне нравится больше. И также последнее время мне очень нравится баловаться с голографическими протекторами и я купила себе тут первый как раз который я покупала это те, что я показывала в опять байндере, но он был меньше ячейки, то есть я как правило я тоже использую для филлеров, не для самих фотокарт, но когда я помещала его перед белым протектором, видно, что у нас остаются края, он не занимает всю ячейку, поэтому я попробовала купить большего размера. и я купила себе с таким же узором разбитого стекла и также сердечками и вот они как раз заполняют ячейку идеально. Я также помещаю их перед белыми протекторами просто потому, что так, на мой взгляд, их лучше видно, их эффект. Да, то есть я сначала помещаю в белый протектор на потенциально пустое место и дальше поверх данный с разбитым стеклом. Они немного тяжело входят, зато заполняют абсолютно всю ячейку. Это не так просто его туда засунуть, но, да, эффект одинаковый, но мне нравится намного больше то, что вся ячейка заполнена. Да, на дневном свету они не так сильно переливаются, как на искусственном, к сожалению. Может быть, давайте попробую включить лампу. Да, под лампой это видно намного лучше. Да, вот так они у нас переливаются. И также я решила разнообразить и купить с сердечками. И мне очень-очень нравится. Это, наверное, теперь мои любимые. Их я, возможно, даже не против бы использовать на карте. Так, они, да, кстати, голографический эффект, только с одной с передней стороны, задники у них обычные. То есть, с данной стороны у нас есть голографический эффект, а задника нет. Да, но они выглядят очень мило, я просто в восторге. и также, да, то есть, мы можем их просто поместить в фотокарту в данном протекторе. И она будет выглядеть восхитительно. И точно также я их использую и для филлеров в определенных коллекциях. И они у меня уже практически закончились, я буду докупать еще, потому что они мои любимые. там есть еще несколько эффектов, но я пока пробовала только эти два. Может быть, попробую какой-то еще. Так. Вот так вот это выглядит. По-моему, не очень идеально. Это все видно? Ну, в общем-то, наверное, это все, что я бы могла вам рассказать о материалах, которые я использую. Мы поговорили и о 5, и о 4 байндерах, и о всех протекторах, которые у меня есть. Dragon Shield, конечно, сейчас тоже абсолютно не бюджетно стоят. Они стоили рублей по 500 за упаковочку, сейчас, по-моему, это уже по 1000, но цены растут на все и растут в геометрической прогрессии. Я очень привыкла к данным протекторам, мне не нравится, когда в рамках одной коллекции протекторы разные, поэтому я пока не готова менять их, потому что иначе мне придется менять протекторы для всей коллекции. Да, не могу сказать, опять же, сейчас у меня небольшое поступление новых карт, по моим ожиданиям будет, поэтому я думаю, что я сохраню их пока, да, если что, буду докупать потихоньку именно Dragon Shield по качеству, в принципе, я пользовалась протекторами Ultra Pro в какой-то момент, у меня они есть, они по качеству мне нравятся намного меньше, они более хлипкие, эти очень, мне нравится то, что они очень жесткие, их сложно согнуть, то есть, он достаточно твердый сам по себе протектор, да, и мне кажется, что он лучше защищает карту и не позволяет ей двигаться в странице, коллекция смотрится более органично и красиво. Если вдруг у вас есть вопросы по материалам, на которые я не ответила в данном видео, то, пожалуйста, задавайте в комментарии, я всегда постараюсь ответить и по возможности дать ссылки, где что можно купить, но, опять же, как я сказала, по возможности все ссылки на все будут в описании, и, да, большое спасибо за просмотр данного видео, увидимся в следующем, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok